Интересный слайд в атласе, который создавали 17 авторов американских исследователей по онкологии, которые нам прогнозируют увеличение пациентов, которые будут страдать, лечиться, умирать от нашей болезни. Причем во всех регионах мира, независимо от ресурсов. Показатели заболеваемости и смертности в России – это все очень приблизительно, особенно наша статистика. Но, тем не менее, вы видите, что в 2017 год больше полумиллиона заболело и более 320 тысяч умерло. Это вот такие графики, которые показывают, что заболеваемость онкологическая у нас все-таки возрастает. Это и мужчины, и женщины. Много лет пытались исследователи выявить какие-то отличительные особенности раковых клеток от нормальных. Это уже десятилетиями эта вся война идет. И вот два таких молодых человека из Великобритании – Вейнбарх и Ханаган – они занимались тоже этими вопросами, стали лауреатами Нобелевской премии. Но проблема эта оказалась довольно сложной. не так-то просто – отделить, скажем, раковую клетку от нераковой. Но, тем не менее, к настоящему времени удалось выделить некоторые так называемые опухолевые маркеры, которые были подтверждены и научными исследованиями, и фундаментальными, и даже нашли какое-то прикладное. Но связана сложность эта с тем, что опухоль гетерогенна, и поэтому туда попадает очень много различных клеток, которые выделяют различные маркеры. И, конечно, это очень исследователи запутывает. Но, тем не менее, Ханаган и Вейнберг выделили ряд ключевых моментов, я не буду их перечислять, посмотрите просто табличку эту, потому что мы к ней потом вернемся, которые отличают раковую клетку от нормальной. И вот эти вот основные, их сейчас может быть 12, пока мы с вами тут общаемся, их может быть еще больше. Но каждый год появляются вот такие интересные маркеры, но большинство из них, я вам скажу, к большому нашему сожалению, они не приживаются. Вот это те маркеры, которые прижились. Итак, биологические маркеры — это количественно определяемые биологические параметры, молекулы, которые определяют как индикаторы норму, патологию и результат лекарственного лечения. Но это более, мне кажется, такое вот определение маркером биологическим, которое предлагают наши исследователи из Соединенных Штатов. что мне кажется, оно более такое нормальное. Один из первых людей, который у нас в СССР открыл маркер на рак — это был академик Абелев Гарри Израилевич. Это мой коллега, мой близкий очень друг. Мы с ним много работали. К сожалению, его уже пять лет нет с нами. Он работал в канцерогенезе, возглавлял отдел большой иммунохимии. И он первый в 1953 году открыл маркер альфа-фетопротеин. Всем вам известный. И мы его определяем, используем и так далее. Ну вот целая была группа открыта маркеров. Существует даже международное общество, ассоциация по изучению сывороточных маркеров. И все эти люди были до определенного момента еще живы. Я с ними был знаком, но многих уже сейчас, к сожалению, нет. Если вы увидите, то все эти маркеры, которые были открыты различными исследователями из разных стран. Но первый был гепатоцеллюлярный альфа-фетопротеин при гепатоцеллюлярном раке. Он гулял, конечно, по всему миру. Его обследовали, смотрели. Он не только идет при гепатоцеллюлярном раке. Далее более интересным был маркер на рак предстательной железы. Простатический специфический антиген. И вот в последнее время появляется на арене КИМ-1. Но это не, скажем, современный маркер. Мы его знали раньше. Маркер повреждения почечной ткани. Но сейчас прошло большое исследование в Европе. В Европе принимало участие 9 крупных институтов. Они провели эпидемиологическое исследование. Собрали более 350 образцов крови. И в течение 1992-1999 годов они смотрели, кто заболеет раком почки. И заболело 190 человек. Они подобрали контрольную группу в случае контроля, 190 здоровых. И оказалось, что этот маркер очень хорошо работает при раке почки. Но там есть определенные свои сложности, поскольку он может повышаться и при нефритах, при различных патологиях ткани почек. Поэтому там свои особенности. Сейчас он только в разработке. Но мы получили тоже первые данные сразу. Появились реактивы, иммуноферментный анализ, очень чувствительный. Далее вы видите целый список этих маркеров. Но, к сожалению, все эти маркеры не работают на ранних стадиях. Это какие-то случайности бывают, когда вы их выявляете. В основном это уже выше, чем вторая стадия рака. А вторая стадия рака, понимаете, это уже больные с распространенным или местно распространенным процессом. Ну и тогда уже эти маркеры нам нужны будут только в том случае, если следить за динамикой их и за эффективностью терапии. Вот для чего нужны эти маркеры. Это диагностика, оценка прогноза, выявление мишеней таргетной терапии, которая очень популярна. Обнаружение рецидива, так называемого биохимического рецидива, который появляется гораздо раньше, чем клиника болезни. Ну и, конечно, маркеры существуют для оценки функционального состояния органов и систем, кардио, гепатонефротоксичность, потому что больные получают очень тяжелое лекарственное лечение. Вот для этого нам нужны маркеры. Первые маркеры клеточные появились и стали активно заниматься раком молочной железы, рецепторы стероидных гормонов. У нас в лаборатории тоже этот метод был налажен. Более сорока лет назад мы начинали его исследовать, эти рецепторы. Был сначала радиолегандный метод, сейчас появились иммуногистохимические методики, уже морфологи оценивают, ставят свои плюсики, там, два плюса, три и так далее, оценивают чувствительность рака молочной железы, гормонотерапии. Метод оказался довольно интересный, но долго его внедряли в жизнь, очень много лет. Но, тем не менее, он показался эффективным, и можно было небольшую группу пациентов отбирать для терапии гормонами. В институте мы занимались одновременно сразу рецепторами половых стероидных гормонов и рецепторами эпидермального фактора роста. И вот мы создали такой алгоритм оценки не только прогноза заболеваний, но и оценки чувствительности к лекарственной терапии. И вот сочетание этих маркеров при N- и N+, вот такой имело эффект. Факторы роста. Очень большая группа была маркеров, я перехожу уже к тканевым маркерам, которые были обследованы, причем большие группы этих факторов роста. Но, во всяком случае, они имеют большое значение в саморегулированной пролиферации клеток. Ирбитукс появляется, препарат, который элегант к этим рецепторам, который блокирует активность и уже рекомендует его для лечения, очень эффективного лечения при колоректальном раке. Это в том случае, если находят рецептор эпидермального фактора роста. Появилось уже несколько препаратов таких и выявлены для них соответствующие мишени. Оказалось, что для анти-РФР-терапии очень важно смотреть мутацию гена КРАС. Это уже генетики нам помогают. И если она есть, эффект более интересный. Много групп в Европе работали. Мы работали в основном по рецепторам эпидермального фактора роста с англичанами, с Шотландией и с Англией в имперском институте рака. И показали их роль не только в прогнозе заболевания, но и в отборе больных для терапии. Вот пример безрецидивной выживаемости у больных с учетом рецепторов эпидермального фактора роста. У больных остеосаркомы. Вот вы видите, чем выше эти рецепторы, тем прогноз неблагоприятный. Хер-2-неу, мишень специфической терапии, вам даже и объяснять, это не нужно, что это такое. Но был создан херцептин, это один из первых препаратов, блокаторов хер-2-неу. И показал свою эффективность. Препарат довольно широко используется в онкологии. Обязательно тест существует для него. В основном это морфологический. От радиолеганных методов мы отошли, и сейчас занимаются этим рецептором морфологи. Иммуногистохимический метод очень важный в выявлении этой мишени. И если непонятно его экспрессия, большая или маленькая, вот тогда флюоресцентная гибридизация ин-ситу используется в спорных вопросах. Оказалось, что он имеет большое значение и при выживаемости. Это при остеосаркоме. Очень большую роль сыграли работы по изучению ангиогенеза в опухоли. И один из американских хирургов, он даже был не биолог и не экспериментатор, он был хирург, но утром у него операции, вечером он спускался в лабораторию. Это Юдиш Фолькман. Я еще его застал, и мы были знакомы с ним. К сожалению, он рано очень умер. И не состоялась эта Нобелевская премия, который, в принципе, он шел к ней очень много лет, наверное, 40. Но он показал, что без ангиогенеза никакие опухоли не растут. Система довольно сложная этих факторов роста эндотелия сосудов. Существует несколько изоформ, выявлено несколько рецепторов первого, второго и третьего типа. Они по-разному чувствительны к препаратам и прогнозу больных разный. Существуют различные активаторы и ингибиторы ангиогенеза. Их очень много. Это не только эндогенные. И появились первые препараты. У нас антиангиогенные препараты, которые представлены на этой картинке. Я даже не называю их, вы все их прекрасно знаете. Но оказалось, что помимо этих маркеров существуют группы, на которые следует обращать внимание при определенных нозологических формах. Это ростовые факторы, их рецепторы перечисляют. Молекулы клеточной ангезии, интегрины и протеазы. Но особенность та, что они синтезируются не только раковыми клетками, вообще опухолевыми клетками. Они синтезируются и нормальными структурами, которые входят в состав опухоли. Поэтому особенность их выделения очень важна при иммуногистохимическом окрашивании и так далее. Вот, например, матриксные металлопротеиназы. Группа ферментов, которые имеют большое значение для активации процессов инвазии и метастазирования опухоли. Но они отличаются. В настоящее время выделено более 23 матриксных металлопротеиназ. Мы в основном занимаемся теми, которые более-менее стали понятны, что они имеют значение в клинике. И они имеют большое значение в прогнозе выживаемости. Большая группа инсулиноподобных факторов роста, основные леганды и инсулиноподобный фактор роста первого и второго типа и шесть белков, которые транспортируют. Их соотношение в крови имеет тоже большое значение при обследовании, поскольку связывающие белки крови, они могут инактивировать эти активные два леганда. Изучение при разных нозологических формах показало, что они по-разному продуцируются и секретируются клетками опухолей. И порой даже то, что мы получаем при одной нозологической форме, скажем, при раке яичников, мы не получаем это, скажем, при колоректальном раке, при раке молочной железы. Они играют большую роль, матриксные металлопротеиназы. Это уже однозначно доказанный факт в прогнозе общей и без рецидивной выживаемости. Появились первые препараты. Но, к сожалению, эти препараты, в общем-то, дальше до клинических исследований почему-то не пошли. И вот, вспоминайте, я вам первую табличку показал, свойства опухолей. И вот на каждый вот этот фактор были выделены свои препараты. Их очень много. Вот они обозначены. Несколько слов хочу сказать о нейроэндокринных опухолях. Проблема очень популярная. И особенность ее та, что это сейчас такой бум и взрыв. Но особенность этих опухолей та, это эпителиальные опухоли, эпителиальные раки, которые способны продуцировать биологически активные вещества. И вот эти молекулы, которые они продуцируют, они определяют и клинику. И могут развиваться в любом органе, в любой ткани нашего организма. Статистики нет в России. Я думаю, что реальной нигде. И у нас в стране нет. Но, тем не менее, вот такая вот статистика говорит о том, что число этих больных возрастает. Я вам хочу сказать, что нейроэндокринные опухоли имеют большую историю. В прошлом году исполнилось 150 лет с того момента, когда Ланганц впервые описал опухоль с нейроэндокринными признаками. Далее целая история. Когда были обнаружены эти биологические маркеры, впервые в 1952 году Эрспамер и Асера выделили серотонин, один из ключевых маркеров этих новообразований. А в 1962 году уже даже была создана биохимическая классификация опухолей по выработке различных нейроэндокринных маркеров. Классификация была создана этих опухолей. И вот такая вот история их в течение 150 лет. Здесь немножко с 1942 года начинаются, потому что уже появились конкретные гормоны, их идентификация и так далее. А так история 150 лет. Хочу сказать только одно, что раньше бытовало мнение, что нейроэндокринные опухоли не обладают биологическим потенциалом злокачественности. Это было большое заблуждение. Все они, и такое понятие, как пограничная опухоль, это все очень условные вещи, поэтому все нейроэндокринные опухоли, специалисты пришли к выводу, обладают злокачественным потенциалом. Одни из первых маркеров на эти опухоли – это иммуногистохимические окраски, хромогранины с синаптофизин. Морфологам проще. В клинике же их классифицируют на две большие группы. Это функционирующие и нефункционирующие. Причем функционирующие, они продуцируют эти биологические вещества и вызывают целый ряд клинических симптомов. Не только от повышения давления, а целый ряд других клинических проявлений болезни. А нефункционирующие, они выделяют эти вещества, но не в больших количествах. Но это самая неблагоприятная группа, потому что эти все больные поступают к нам в поликлинику 70% с распространенной болезнью, имеют метастазы в различных органах. Это различные маркеры, которые биомаркеры предлагают в диагностике этих опухолей. И существуют две группы маркеров. Это универсальные и специфические. Универсальные — это сыворотка и плазма, хромогранин А, панкреатический полипептид и так далее. И специфические маркеры, которые определяют в сыворотке крови или в плазме суточной мочи. Вот они все перечисляются. Они вам все знакомы. В нашей лаборатории мы занимаемся нейроэндокринными опухолями более 10 лет. Здесь присутствует профессор Любимова Нина Васильевна. Это наш ведущий специалист России, я считаю. Был создан за 10 лет вот такой алгоритм обследования пациентов. Что с ними делать, когда обнаруживают или подозревают у пациента нейроэндокринную опухоль. Вот такой вот алгоритм. Это два молодых человека, которые, в общем-то, история открытия хромогранина. Они открыли, в общем-то, хромогранин. Но вы должны знать, что повышение хромогранина в образцах плазмы, крови и причина повышения может быть самая разная. Видите, здесь не только онкологические заболевания нейроэндокринной опухоли, а целая группа неопухолевых заболеваний. Это тоже нужно знать. Если вы посмотрите на спектр, который маркеров при диагностике нейроэндокринных опухолей, он расширяется. Но обратите внимание, вот красненьким обозначен хромогранин А. Он все время присутствует практически при всех этих опухолях и является центральным маркером на сегодняшний день, и мы так считаем, в диагностике нейроэндокринных опухолей. История изучения серотонина. В 1952 году открыт. Вот эти четыре молодых человека, которые занимались и всю жизнь свою положили на изучение этого гормона. Он оказался очень полезным. В том числе и его метаболит, 5-гидроксиндалилукусная кислота, которая определяется в моче. Тесты очень чувствительные. Далее идет, сейчас довольно часто мы его определяем, это гастрин, вот Золингер или Сон. Вам понятен этот синдром. Существуют разные формы гастринов, но мы рекомендуем не по отдельности их определять, например, 34-17, а определять общий гастрин, более показательный. Но вот синдром Золингера или Сона. Практически до 100% чувствительности, когда уровень гастрина после 12-часового голодания повышается более 1000 пикограмм на миллилитр, но обязательно при ПЭЖ желудочного сока, который нужно измерять, менее 2 единицы. Вот такие исследования. Большой интерес сейчас представляет мозговой натриуретический пептид. Который вызывает выраженные изменения со стороны сердца. Сейчас очень популярен. Он особенно у нас в клинике. Панкреатический полипептид. Хороший тест, высокочувствительный появился. Тоже помогает нам в диагностике опухолей желудочно-кишечного тракта. Это редкие маркеры. Вазоинтестинальный пептид. При випомах очень тяжелое состояние пациентов. Не всегда нам удается найти первичную опухоль. Больные от этого погибают. Но то, что мы находим у них высокие уровни этого пептида, интестинального, заактивного, подтверждает то, что у них есть випома. Соматостатин, глюкогон и паранеопластические синдромы. Я уже вам сказал, что продукция этих биологически активных веществ, молекул, у ряда больных сопровождаются клиническими проявлениями. И вот эта группа паранеопластических синдромов. И здесь показано, что нужно смотреть у этих пациентов. Все, может, и не надо, потому что это дорогие исследования. Ориентироваться на клинику и врачей к этому призывать. В нашей разработке мы показали, что хромогранина, асеротонин и 5-гидроксиндалилуксная кислота в моче очень высокочувствительные тесты и специфичные. Хромогранина, вот показана его роль в прогнозе заболевания. Высокие уровни хромогранина свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе нейроэндокринной опухоли. То же самое при этого же у пациентов, которые получали эвиролимус, афинитор. Какие перспективы вот этих маркеров нейроэндокринных опухолей? Хромогранина В, в отличие от хромогранина А, он более стабилен. Панели антител. У нас в России это не делают, потому что нет у нас этих наборов. Не покупают их, но они очень дорогие. За рубежом, может, их и смотрят. Есть такие работы. И вот новые появляются молекулы циркулирующих транскриптов РНК. Но это пока под большим вопросом. Приходят только разговоры в калуарах, на конференциях на этих идут за рубежом. И микро-РНК. Но это только начало этих исследований. Моноклональная гамма-патии. Стало их достаточно много. Это миелома, причем различные ее варианты. Первый опухолевый маркер на миелому, вы знаете, был открыт. Это белок Бенц-Джонса. Это было за 80 лет до Абелева открытия альфа-фетопротеина. Он раньше это увидел. Это типы моноклональной секреции белков. Их очень много. Это как пример картинки. Но в этих картинках у меня группа людей, которые занимаются исследователи. Они очень красиво это все понимают, разбирают и ставят диагнозы. Но здесь уже конкретно, при какой миеломе, какие продуцируются маркеры. Я думаю, что будет подготовлена в следующем году монография по этому поводу. Это наша мечта такая. Белки, сыворотки, крови, мочи. Все, что нарисовано на этом слайде, все это проводятся, эти исследования у нас в лаборатории. Но я вам хочу сказать, что налаживали их очень долго. Это непростые методы, очень чувствительные. Но, тем не менее, нужно с ними поработать. Это роль показана КПЛАМДА этих цепей при прогнозе общей безрецидивной выживаемости. Каковы же перспективы исследования маркеров вообще опухолей? Конечно, это изучение генома опухолевой клетки. Сейчас это большой бум, идет очень много работ. И самых разных вот здесь обозначено. Пример. Ассоциация одиночных нуклеотидных полиморфизмов. Они бывают порой связаны с развитием тех или иных опухолей. Это была большая работа у нас диссертационная при саркомах костей. И показано, что некоторые из них имеют большую роль в прогнозе заболеваний и даже в лечении. Не будем это остановить. Довольно сложные вещи. Микро-РНК. Это только начало. Больных немного. Методики довольно сложные, но тем не менее чувствительные. Очень популярны маркеры молекулярно-биологические, так называемые маркеры, при раке, почке и доброкачественных опухолях. Тут целый спектр. Они используются, но не все, конечно, у нас. Но определенная часть мы это изучаем. И вот микро-РНК. При светло-клеточном, почечно-клеточном раке выделены те микро-РНК, которые связаны, высокий их уровень экспрессии ассоциирован с неблагоприятным прогнозом. Вот они с левой стороны, а справа здесь неблагоприятный, здесь благоприятный прогноз. Не будем зацикливаться. Те, кто будет этим заниматься, это все можно будет потом в рабочем порядке объяснить. Метилирование генов микро-РНК. Очень популярная вещь. Не все, конечно, этими методиками владеют, но, тем не менее, это уже начинает идти в клинику. Вот здесь пять маркеров микро-РНК у больных раком яичников. И видите, вот даже связь их с показателями прогрессии рака яичника обозначена достоверная. Ну, вот маркер, о котором я вам рассказывал, почный, он новый, но его нужно дообследовать. Мы набираем еще группы больных, потому что даже та работа, где эпидемиологические исследования проводились, у нас возникло больше вопросов к эпидемиологам, чем то, что мы сейчас имеем. Ну, очень популярна Нобелевская премия, вы знаете, была дана за рецепторы или ганды к апоптозу, рецепторы апоптоза на Т иммунных клеток. То есть изучен и доказан механизм ускользания раковой клетки от иммунного надзора. И сколько иммунологи раньше не рассказывали нам, понять было очень сложно. Но вот эта часть механизма был доказан. Опухоли продуцируют леганды, PDL1 и PDL2, которые идут и соединяются с своим рецептором на Т-клетке, на Т-лимфоците, и вызывают апоптоз. Поэтому эти Т-клетки, убийцы, по сути дела, они неэффективны. Сейчас появились препараты и к легандам, и к рецептору, которые имеют большой эффект. Хочу сказать, сам удивлен, рак легкого наблюдения до трех лет только на этих препаратах. Это вообще неслыхано такое, без операции. Очень хорошо идут эти препараты при раке почки. Но это иммуногенный рак, поэтому много работ было сделано. Даже какие-то в России появились свои препараты. Но пока это на небольшом числе наблюдений. Лечение препаратами дорогое. Но у большинства процентов, от 40 и выше процентов, очень хороший эффект. Это целая группа этих препаратов. Их связь с распространенностью процесса и так далее. Это современные вещи. Я заканчиваю свое сообщение. Спасибо вам всем за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...